Я иду в Инжикон, я такая важная... Не в Инжикон, а в Государственный экономический университет. Я хочу побольше рассказать о себе, чтобы все мои фанаты узнали, какие... Все мои фалловеры! Итак, всем огромный привет! Я иду сейчас с старостой. Если он, конечно, разрешит, я его даже не буду вырезать из своего влога. Мы идём на регистрацию на конференцию. Это как бы специально для тех, кто на четвёртом курсе бакалавриата поймёт, что без магистратуры никуда их жизнь будет грустной и печальной. Вот специально этот влог для вас. Для тех, кого после бакалавриата делать. Да. И кто считает, что работа в их жизни не главная, и нужно какой-то заняться научной деятельностью. Саша! Меня дверью пытался убить. Саша, ты знаешь, куда идти? О, я знаю, куда идти. Я уже бегу обратно, сдала старосту в чуткие добрые руки нашего деколата. Сама пью кофе, бегу на работу. Но мы с вами ещё вернёмся, потому что ответить на конференции всё-таки надо сегодня. Не зря же писала пять страниц какой-то ереси. Так, ну вот здесь канал Грибоедова у меня. По левую руку впереди дом Зингера с офисом ВКонтакте и домом книги. Вот, кстати говоря, сейчас увидите казанский. Кстати говоря, кофе у меня лавандовый раф. Просто все в Инстаграме его очень сильно постили. Наверное, последние месяцы. Что ты скажешь? Скажи, я грызу пальцы моей хозяйки. Если вдруг она в видео будет вам косметику показывать, а на руке у неё нет пальцев, знать, это я, это я, я молодец, я гениальный кот. Вот, я занимаюсь управлением качественной конкурентоспособностью в нашей семье. Я считаю, что на правой руке не нужно пальцы. Лака меньше для ногтей будет расходоваться, да? Да, да. Расскажите, пожалуйста, мне, маленькому рыжему коту, какие живут у вас домашние животные? Пока я тут лежу, балдею, мне чешут шейку. Всем привет! Вот такая вот прекрасная погода. Как бы весна вступила, ребят. Весна в Санкт-Петербурге, да. Собственно, вопросы про распустимся в стуванчике. Мать-мальчика, наверное, отпали сами с собой вот после этого. Я решила сегодня съездить в галерею. Сейчас ищу маму. Ой, она меня уже первая нашла. Вот, решили с ней немного сходить по магазинам. Привет, мама! Мама, ты знаешь, я по жизни просто победитель. Мам, что она просила? Мам, я забыла кошелёк. У меня денег там не было, там были только карточки. Но сам факт, забытие кошелька. Где ты его забыла? Мы стали именно рабочими. Там как бы цену это ничего, как бы только карточки или горши с накоплениями и всё. Ну вот видно сзади, насколько много народу даже, с учетом того, что сегодня четверг, не пятница. Всегда здесь, да. Сколько? Шесть часов вечера. Да. Уже семь почти. Всё равно народу до чёрта. Все здесь ходят, бродят. Чё-то я рыщу. Рыщу. Наша мама часто рыщет тут что-то себе. Мама в очереди стоять, и она там хочет что-то померить в магазине, а я ищу себе, что попить в балерее, да. Это реально, знаете ли, проблема, потому что либо очередь, либо того, что я хочу, нет. Поэтому я тут блуждаю, и как бы смысл, я доехала до ресторанного дворика, если я всё равно чего себе не нашла кошелька. Белого ничего не бери. Мне надо мне двоиговать акций. Так, мы уже с какими-никакими покупками... Ну что, говорится, масса шла белые. Да, мы уже с какими-никакими покупками на выход ползём. У нас папа, наверное, рад и счастлив, что мы сегодня не в 12 придём домой. Потому что обычно, когда мама идёт за покупками, она возвращается часов в 12. Папа как бы уже начинает список моргов составлять и больниц. Где наша мама? Даже говорю уже, который день я по жизни победитель, даже сломался лифт в Ревгоше, и пришлось поднимать по лестнице. Да, несмотря на прекрасную... Ооо, кстати! Смотрите, вы видите, подуванчик. Несмотря на нашу прекрасную погоду, у нас не спустится сюда же год. Один единственный обуванчик в гадоник. Всем доброе утро! У нас уже наступила суббота. Не знаю, какая смысловая нагрузка в том, что я вам рассказываю о том, что наступила суббота. Но это факт. И доброе утро только у нас, а у всех остальных уже половина четвёртого нормальных людей. Вот, едем сейчас по проспекту Абуховской обороны. Мимо парка Бабушкина тут люди гуляют, уже всех весна. Но я не сказала, что сегодня тепло, погода прекрасная. Просто солнышко светит, всё хорошо. Но ветер, конечно, прохладный сегодня. Трясёт нас не потому, что у нас такая тростная дорога, хотя это тоже. Но просто мы рельсы переезжаем травой. Я, на самом деле, хотела вам похвастаться, что вчера я заказала себе... Наконец-таки заказала себе тенгл-тизера. Меня жаба душила на протяжении, наверное, последних лет трёх, сколько этот тенгл-тизер на ютубе мелькает. Меня вот реально душила за нынче тысячу. Тогда это было рублей 600, наверное, когда он только появился. А сейчас это реально тысячи. То я, допустим, тысячу за скидкой взяла. Вообще так тысячи, 200-1300 различных магазинов. Посмотрим, что это такое, потому что я прям чувствую, что у меня уже длина волос, которая мне не позволяет возвращаться над ними, как мне хочется. И нужно купить хорошую расческу, и нужно купить хороший уход. Собственно, вот это всё я заказала. Я в Мегу съездила, там в Зарине скидки опять. Что это значит? Ну, судьба. Почему нет судьба? Сейчас возьмём и поедем. Ну, возьми и езжай. Ну, я чё, на оленях. Также из обновок, кстати говоря, хотела вам показать новые лаки. У меня вчера купила три лака Эсси новых на весну, на лето, таких нюдовых достаточно. Это, по-моему, Лилакизм называется оттенок. Я, на самом деле, фанат лака Эсси, если кто не знает, то первый раз у меня на канале за их... Я их люблю за то, что они хорошо наносятся, прекрасно держатся, и у них такой очень хороший, дорогой, глянцевый финиш. И, в принципе, с хорошим топовым покрытием, типа, как называется, он самый любимый, там, сашевит, и вместе с покрытием Эсси. И в последнее время у меня покрытие Орли топовое со всеми этими вариантами смотрится прям вообще как гель-лак или как шелак на ногтях. Потрясающе просто. Мы уже были в ТЦ Смайл на Дубенко, и там подружка. Подружка отвратительная в том плане, что... А, в принципе, отвратительная, потому что выбор очень маленький. Я хотела себе корейскую умывалочку. Там стояла Экпор, Толи Моли. Экпор я серии вообще не люблю, не понимаю, мне не нравится. И у меня кожа сухая, поэтому мне нужно что-то, как бы, не вяжущее, не сушущее кожу. Вот так вот. Выбор вообще как бы маленький. Единственное, что я купила, это скраб от Эколаб Детокс-скраб. Тут масло ши, миндаль, эссерат, пункт 2. Это, короче, неважно, потом расскажу о своих впечатлениях. Еще мне не понравились продавцы. Просто отвратительно ведут себя. Мало того, что я подошла на кассу, мне непонятно, куда мне класят товар, потому что они загрузили кучу какого-то хлама на предкассовый вот этот вот, как на прилавок. И что-то там болтали между собой. Ну ладно, хорошо, дальше я подошла оплачивать. Они мне как бы сказали про то, что там есть акции у них в магазине. Я говорю, нет, спасибо, мне больше ничего не надо. И потом раза 3-4 мне еще сказали про то, что... А вот у нас акции, а не хотели бы вы купить то, сё, пятое, десятое, а вы точно не хотели бы купить... А вот зубная паста, а вы точно не забыли зубную пасту купить домой? Я так думаю, господи, еще одно слово, я всех покусала. Вообще, на самом деле, я тут поняла, что у нас в розничных сетях очень огромная наценка на всякие корейские штуки, и что лучше все это покупать в интернет-магазине, поэтому в следующий раз я думаю, что буду заказывать все в интернет-магазине, потому что я очень заинтересовалась этой темой, ну, корейской, и очень хочу себе также и умывание корейское, хочу себе что-то для волос, хочу себе... Ну, кучу всего хочу, как всегда. Вот, так что заказываем все это в интернет-магазинах, потому что намного дешевле выходит. Если подружка рай для девочек, то это рай для мальчиков. Пришли мы в кино сегодня, в июне будем смотреть «Мстителей», «Эра Альтрона». Я, на самом деле, до этого не фанатом была, а именно всяких супергероев, всего-всего. Но мне как-то, как бы, Рома приучил к таким фильмам. Мне реально, на самом деле, самое сейчас интересное, я бы в предвкушении. У нас уже вечером мы едем домой, посмотрели, наконец-то, «Мстителей». Я довольна, как слон, потому что мне очень понравился фильм. Нам, очевидно, будет продолжение, судя по концовке. Ну, было, не знаю, мне нравится, на самом деле, юмор «Железного человека». И очень очень нравится Крис Эванс с «Дан Америка». Вот, собственно, поэтому фильм мне очень понравился. Будем ждать, что будет в следующем году. Ну, во всех случаях, я не хотела бы, чтобы эта история заканчивалась. Я вам забыла снять, как я готовила. Ну, как забыла, я сначала думала, что буду снимать, как готовила лапшу с кисло-сладким соусом, с курочкой. Потом поняла, что я первый раз готовлю, поэтому снимать там нечего. Поэтому, если будет вкусно, то обязательно сниму в следующем видео. Поставьте пальчики вверх, кто хочет рецепт. Всё, всех целую и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok